Секретные пакеты вскрытые. Начался подсчёт. Процедура передачи избирательных бюллетеней соблюдается чётко. Согласно закону для проведения голосования, избирательные комиссии получат не менее 70% бюллетеней от числа избирателей на каждом участке. В дальнейшем, в день голосования, вот это одна из отправных цифр, получено избирательных бюллетеней, которые будут обязательно запечатлены в протоколе итоговом по подведению итогов голосования. После пересчёта бюллетеней представители избирательных комиссий подписывают акт приёма передачи. Но на этом работа не заканчивается. Они вновь всё упаковывают и готовят к транспортировке. После подсчёта бюллетеней мы с сотрудниками полиции направляемся на участок, где бюллетени будут расположены и опечатаны в сейфе. Подписание бюллетеней будет проводиться по согласованию ТИК. Голосование на участках 16 округа начнётся 9 сентября в 8 часов утра. Своим избирательным правом могут воспользоваться копичане, проживающие в центральной части города, ограниченной проспектами Славы, Ильича, Коммунистическим и Переулком Свободы. Но свой выбор можно сделать заранее. Процедура досрочного голосования уже идёт. Сейчас её проводят в ТИКе, а с 5 по 8 сентября избиратели будут ждать участковые комиссии. Хочу предупредить наших избирателей. Единый день голосования у нас 9 сентября. Процедура досрочного голосования – это процедура всё-таки исключительная. В законе определены причины, по которым избиратель может написать такое заявление. Это действительно отъезд из города. Это командировка, отъезд в санаторий. Поэтому работа в этот день. У нас голосование с 8.00 до 20.00. Вот если избиратель работает уже с 6-7 утра, он может воспользоваться этим правом. Информация о кандидатах на депутатское кресло уже сейчас размещена на избирательных участках в школе номер 48 и здании Политехнического колледжа на проспекте Ильича. С ней может ознакомиться любой желающий. Также в оставшиеся до выборов дни копичане могут проверить, внесены ли их данные в список избирателей. Это поможет избежать неприятных ситуаций в день голосования.